Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Затерянный во льдах». После крушения самолета пилот оказывается отрезанным от остального мира и вынужден выживать в арктической пустыне. Фильм начинается со сцены, в которой главный герой, пилот по имени Овергор, копает на просторах Арктики снег. Он разрывает дорожку до земли, тщательно выковыривая камни и убирая весь даже тонкий налет снега на поверхности. Сперва непонятно, зачем это нужно, но когда он заканчивает работу, камера отъезжает вверх, демонстрируя с высоты огромную надпись «СОС». Герой подает сигнал бедствия. Мужчина возвращается в убежище. Фюзеляж, совершившего аварийного посадку, самолета. Овергор проверяет лунки с самодельными рыбацкими принадлежностями. На одной удочке рыба оборвала провод, служивший леской. Зато на другой лунке удачно клюет. Выживший достает свежую рыбу и оглушает ее, после чего кладет в пластиковый ящик к остальным запасам. Следующим пунктом в ежедневном расписании – обед. Герой ест сырую рыбу, отрезая по кусочку. У него нет с собой ничего, что позволило бы приготовить еду. Подкрепившись, он одевается и идет на вершину ближайшего холма. Отсюда он передает сигналы бедствия через радиомаячок, запитывая аппаратуру ручной динамомашиной. Когда сгущаются сумерки, он возвращается в убежище и ложится спать. Завтра будет еще один такой же удручающий монотонный день борьбы за выживание. Утром первым делом он идет в низину, где очищает от налипшего снега горку камней. Исходя из того, что он с ней прощается, логично предположить, что это могильник его товарища, который не выжил. Затем Овергор вновь расчищает надпись «СОС» и проверяет рыбацкие владения. Все как всегда. Однако разнообразие в сложившийся порядок привносит обнаружение разломанной пластиковой коробки, в которой хранилась рыба. Ее пожрал однюдь не долгоносик, а белый медведь, оставив в качестве улики отпечаток лапы. Благоразумно смекнув, кто в данной ситуации царь природы и вершина пищевой цепочки, мужчина бежит в самолет, где запирается и пережидает. Во время одного из последующих сеансов передачи сигнала с радиомаяка, Овергор замечает далеко в долине белого медведя. Хищник тоже его видит, но не спешит приближаться, будто знает, что никуда тот не денется. Унылое и однообразное существование продолжается день за днем. Но однажды, когда подступила снежная буря, сигнал маяка запеленговали пролетающие неподалеку спасатели. Овергор подает им сигнал дымовой шашкой, и они направляются к нему. Из-за сильного бокового ветра вертолету не удается приземлиться, а позже его вовсе сносит в сторону, где он терпит крушение, ударившись о землю. На несколько мгновений мир вокруг полностью лишается звуков. Мозг просто отказывается воспринимать другую информацию. Но Овергор быстро берет себя в руки. Он спешит к месту крушения, так как взрыва не было и могли остаться выжившие. Из двух пилотов один погиб при аварии, другой пилот – молодая женщина. Хоть и потеряла сознание, но отделалась относительно легко. Мужчина забирается в перевернутую кабину, чтобы отсоединить ремни и проверить состояние девушки. Кроме удара головой, она получила рану живота в виде пореза. Овергор при помощи вертолетной аптечки обрабатывает рану, скрепляя края медицинским степлером. Переждав бурю в салоне вертолета, Овергор проверяет состояние горе-спасателя. После этого он обшаривает салон на предмет полезных вещей, вроде ледоруба и карты местности. Также он находит несколько упаковок лапши быстрого приготовления. После диеты сырой рыбы даже в сухом виде она кажется деликатесом. Затем он отсоединяет дверцы, чтобы сделать импровизированные сани. Оставив маркером на борту вертолета послание о выживших, Овергор уволакивает раненую в свой лагерь. В фюзеляже он кладет ее на койку, дает попить и проверяет самочувствие при помощи простого теста. Просит сжать ладонью его руку. Когда женщина без чувства отрубается, герой оставляет ей записку на всякий случай и возвращается к вертолету. Там еще могло остаться что-то полезное. На месте он снимает куртку с погибшего пилота, выложив взамен могильник из камней. Также среди полезного удалось обнаружить походную газовую горелку и рабочую зажигалку. Такая находка знатно поможет разнообразить меню из сырой рыбы и талого снега. Напоследок он забирает из салона фото раненой женщины с семьей, мужем и ребенком. Уже собираясь уходить, он проверяет багажный отсек. Там находятся полноценные сани. Перегрузив свежесобранный хабар, Овергор возвращается на свою базу. Здесь он крепит фото около раненой, чтобы та, когда очнется, помнила, зачем ей нужно бороться и ради чего жить. Продезинфицировав еще раз рану, мужчина зажигает горелку. Впервые за неизвестно какое время он может насладиться теплом. Затем он сверяет самодельную карту, которую вел с момента собственного крушения, с картой спасателей. На ней обозначена метеостанция, до которой несколько дней пути пешим ходом. В иллюминатор герой замечает, что на рыбацком участке клюет. Ему повезло, попалась крупная форель, которую он варит на горелке вместе с лапшой. Первый горячий и вареный ужин за долгое время. Но первым делом мужчина кормит раненую, хотя она слишком слаба, чтобы есть. В следующие несколько дней он заботится о раненой, проверяя ее состояние тестом на сжимание руки. Также Овергор продолжает отправлять сигналы с маяка, в надежде, что другие спасатели прилетят за коллегами и спасут в итоге всех. Но никто не торопится. Он твердит молодой женщине, что они вот-вот появятся, но уже и сам в это не верит. А ей становится все хуже и хуже. Тогда мужчина принимает решение добираться до метеостанции. Он прокладывает на карте маршрут, собирает пожитки и оставляет послания, как на бумажке, так и на фюзеляже. Двое выживших ушли на северную метеостанцию. Затем грузит неподвижную раненую женщину в сани вместе со скарбом и отправляется в путь по бескрайним снежным просторам. По пути он обновляет метку на разбившемся вертолете, чтобы информация была актуальной и, если кто прилетит, знали, где их искать. Вечером он вырывает в снегу нору, чтобы переждать ночь. На следующий день Овергор достигает флага – место, отмеченного на его карте. Он отрывает из-под снега ящик со своим прошлым посланием. Когда-то он здесь потерпел крушение. Забрав из ящика свое удостоверение пилота и убрав флаг, чтобы не смущать тех, кому не повезет здесь оказаться, мужчина возобновляет путешествие. Однако вскоре он натыкается на препятствие. Крутой перевал, куда забраться с раненой женщиной не так-то просто. На маршрут в обход понадобится два с половиной раза больше времени – пять суток вместо двух по прямой. Овергор забирается на перевал, за ним прямое и удобное ущелье. Но сперва необходимо поднять сани. Он крепит их на веревку и пытается затащить. Если сани со спальными мешками с трудом удалось поднять, то большие сани с человеком весят раза в два тяжелее. Он несколько раз пытается затащить их, каждый раз роняя вниз, но безрезультатно. В бессильной злобе приходится принять непростое решение – и пойти в обход. Ближе к вечеру путник находит пещеру, которую использует как место для ночлега, предварительно засыпав вход снегом. Овергор пытается покормить девушку, но она все время спит и даже не пьет. Ближе к утру неподалеку слышится звериный рев. Мужчина старается не шуметь. Берет в руки ледоруб, хотя польза от него против хищного зверя сугубо психологическая. В пещеру, разбрасывая снежную завесу, ломится белый медведь. Спасает только то, что вход не слишком широкий. У умки переростка, голова проходит, а тела нет. Но это лишь вопрос времени, когда мишка лапами разроет проход. Овергор достает одну из осветительных шашек и отпугивает зверя криками и огнем. Никогда не видевший такой нахальной еды, медведь убегает. Утром неудачливые летчики продолжают путешествие сквозь снежную бурю. К непогоде добавляются сложности в виде крутого подъема. Обессиливший Овергор уже не в состоянии бодрым лосем скакать в упряжке, поэтому он разбивает здесь же лагерь, используя поставленные на боксане в качестве стены укрытия. После бури спальники слегка занесло снегом, но выбраться удается. Мужчина продолжает двигаться, сколько хватает сил, но в естественном закутке под скалой делает привал. Его раненая спутница становится все более обессиленной. Она уже не способна сжать его руку во время привычной проверки. Утром Овергор обнаруживает, что у нее воспалились глаза, а в уголке губ скопилась кровь. Он проверяет рану, и худшие опасения подтверждаются. Пошло воспаление. Вложив в руки фото семьи, Выживший начинает собирать вещи для продолжения похода. В один момент его внимание привлекает растущие на камнях прямые снега цветы. Наглядный пример того, что жизнь везде проложит себе дорогу. Это напоминает ему, что сдаваться нельзя, но тут же Вселенная шлет очередное испытание. Герой проваливается под снег в подземную пещеру. При падении он теряет сознание и не сразу приходит в себя. Но даже это не самое худшее. Ногу зажало в узкой расщелине. Несколько бесполезных попыток вытащить. Одна рваная рана, и вот мужчина вновь свободен, в пределах одной отдельно взятой пещеры. Впрочем, найти выход оказалось не такой уж сложной задачей. Буквально неподалеку виднеется плавный лаз наружу. Другое дело, что с поврежденной ногой далеко не уйдешь. Хромая, герой возвращается к оставленному лагерю. Здесь в чувство приходит раненая девушка. Она здоровается с ним, прежде чем вновь отрубиться. Инцидент напоминает мужчине, что он ответственен не только за свою жизнь. Поэтому, несмотря на боль и слезы, необходимо бороться дальше. Он перевязывает ногу, предварительно охладив рану снегом, и возобновляет путешествие. Но причин для оптимизма нет. У них закончилась питьевая вода. Он ранен и не может быстро идти. А за все это время они не проделали и половины пути в обход. Стараясь отгонять невеселые мысли о том, что все это значит, Овергор решается немножко облегчить задачу. Он сбрасывает с саней дополнительный груз, вроде посуды, пустой канистры для воды, термоса, радиомаяка, ледоруба. А прежде чем вновь прячься тяговой лошадью в сане, мужчина в одиночку забирается на вершину холма. Осмотреться. Здесь случается невероятное везение. Он замечает вдалеке садящийся вертолет. От невиданной удачи, благоразумия почему-то отказывает ему. Вместо того, чтобы со всех хромых ног бежать к людям напрямик, размахивая красной курткой, он возвращается на склон холма за санями с женщиной, после чего начинает толкать их на вершину. Потратив таким образом немало времени, Овергор зажигает осветительную шашку. Но при дневном свете с такого расстояния она не слишком привлекает внимание. Тогда он идет ва-банк, снимает куртку, поджигает ее и размахивает ею, как адовым флагом. Но люди с вертолета не видят их. Они садятся в салон и улетают в противоположную сторону. Изнеможденный Овергор поднимает с саней бесчувственную женщину, бормоча выступлений. Обнимая ее, он понимает, что они обречены. Раненые, без силы провизии, вдали от ближайшей базы. Мужчина опускает женщину на снег и ложится рядом, сжимая ее руку. Он говорит успокаивающе, все будет хорошо. Но все тише и тише, его глаза закрываются. Герой не слышит и не видит, как позади них приземляется вертолет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова